Здравствуйте, дорогие друзья! Христос Воскресе! Вот и дождались мы Пасхи 2021 года. На Страстной Седмице, прошлый раз, прошлый понедельник, мы начали разговор о пророчествах, которые сбылись на Христе, о сложностях интерпретации этих самых пророчеств. Мы говорили о том, что, например, для многих авраамических религий, таких как иудаизм, ислам, в общем-то, Христос остался всего лишь человеком, и они продолжают жить в контексте ожидания того, как пророчество исполнится. Мы же говорим о том, что на Христе эти пророчества исполнились, и договорились с нашим гостем, отцом Сергием Гридичем, здравствуйте, батюшка, договорились о том, что мы продолжим этот разговор, разговор о пророчествах, вот в каком контексте. Мы открываем евангельский текст, мы открываем события воскресения. И сверяем их с ветхозаветным текстом. Да, и сверяем их с ветхозаветным текстом, тем более, что сам Христос нас косвенно к этому призывает. Исследуйте Писание. В прошлый раз, в прошлый понедельник, мы вспомнили историю Луки и Клеопы. Это два ученика, которые идут из Иерусалима в Эймаус. Тут надо немножечко такой контекст в контекст ввести. То есть это ученики, которые, скорее всего, несколько разочарованными возвращаются домой. В Иерусалиме случилось то, что случилось. Сейчас они идут в Эймаус, в собственный дом, расстроены тем фактом, что вот ходили три года за тем, кого посчитали мессией, за тем, кого посчитали бога-человеком, за тем, кого долгое время, опять же таки, ждали, о ком долгое время читали пророческие книги. Но вот этого человека убили, распяли, он уже третий день пребывает во гробе, ничего не происходит. И с одной стороны, как мы читаем в Евангелии, страх ради иудейского. Кто-то таится в горнице, боится, запершись за дверьми, боясь, что их тоже придут арестовывать. А кто-то возвращается домой. Вот Лука и Клеопа по преданию возвращаются домой, и им на пути является Христос. Но они его не узнают. Из которого они не узнают. Искренне недоумевают, что он единственный, что ли, кто пропустил все то, что произошло. Неужели ты единственный, кто не был в Иерусалиме? За три года-то можно было услышать. Да. А он их слушает. А что же там произошло в Иерусалиме? Так искренне их испытывает. Они ему рассказывают. А потом начинает разговаривать с ними, приводя примеры. Все примеры из Писания. Все примеры из пророков. Которые... То есть он их порицает за неверие. Он их, несколько скажем, журит. За то, что они, получается, Писанию не поверили. Или лучше сказать, не поверили своим глазам, что на конкретном человеке эти Писания исполнились. И поэтому косвенно вот событие воскресного дня нас заставляет вновь и вновь вернуться к пророчеству, с которого мы начали в прошлый раз. Так какие... Вот давайте попробуем смоделировать ситуацию. Что Христос мог напомнить Луке, Клеопе и многим другим ученикам о себе с точки зрения Ветхозаветного Писания, с точки зрения закона и пророков? Ну, во-первых, да, давайте продолжим прерванный разговор неделю назад о том, что есть обетование о потомке. Потому что я не зря указал на то, что стоит слово «семя». То есть это конкретный потомок, не вообще род. А вот, как, простите, конкретное зачатие ведет к конкретному рождению, речь не идет о всех, а речь идет о конкретном ребенке, о конкретном потомке. Дальше. У нас есть замечательное обетование, что не оскудеет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Это Бытие, 49 глава, 10 стих. То есть, опять же. Дальше уже указывается, что вот было 12 патриархов, и от Иуды будет потомство. То есть мы ждем потомка. Для наших телезрителей поясним, что Иуда – это не апостол, который предал. Нет, нет, нет. Сейчас одно имя может вызывать. Библейская викторина, внимание, кто знает другого Иуду. Только не звоните в студию, просто на исповеди скажите, что вы узнали, и будет хорошо. И тут появилась традиция, что у в колене Иудове был собственный предводитель, как маркер. То есть он, возможно, не правил и не принимал каких-то сильных, мощных политических решений, но он просто был известен как один из иерархов. И не оскудеет скипетр. И законодатель отчресал его, доколе не придет примиритель. То есть и после вавилонского пленения тоже не прервалось это, потому что люди ждали обетования пророчества. Поэтому там всегда вот такое вот, то, что нам сейчас может быть непонятно, но это, простите, как сохранялось во все времена, связанные с монаршим правлением. То есть вот потомки и потомок отчресал его. То есть в этом случае это вот не просто личное дело, как государь распоряжается своим телом, а вот мы всегда отслеживаем линию. И вот конкретизировали. И заметим, когда правит Ирод, Евангелие оговаривает Ирод идуминянин. То есть вот он оскудел, и вот он кончился, и вот тогда, да, доколе не придет примиритель. Не оскудеет скипетр, доколе не придет примиритель. То есть скипетр оскудел, прервалась линия, они не самоубились, просто так получилось. Здесь нужно пояснить, кто такой. Потому что, опять же, люди, нас слушающие, могут не понимать, кто такой Ирод, что отец Сергей сказал. Так кто такой идумиянин? Ну, это тот, кто будет править, но при этом не происходить из вот указанного колена. То есть, опять же, речь не идет про то, что колено сложит в себя обязанность, скажет, что-то я устал, и я, пожалуй, пойду. Нет, речь про то, что вот оскудел, то есть он иссяк, он больше не может. И приходит примиритель, и вот, и он говорит, как же вы не увидели, вот, пожалуйста. Другое пророчество тоже очень интересное. Это пророк Валаам, тоже хороший пример того, что дух дышит и дежа хочет, и в целом он не принадлежал к избранному народу, а более того, если вы понимаете, о чем я, желающие могут перечислять книгу чисел про Валааму-Васлицу. Это же притчевые языцы, опять же, да? И Валаам там изрекает, вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко, восходит звезда от Иакова, и восстанет же золот Израиля, и разит князей Моавы, и сокрушит всех сынов Сифовых. То есть понятно, что вторая часть это больше про то, что было поближе, то, что стало понятным, а я напомню, что мы, что Валаама призвали вождей тех племен, которые противостояли Израилю, может быть, ты их проклянешь, как святой человек, то есть он был известен как как раз человек, имеющий Духа Божия, и, да, к удивлению призвавших его, вместо того, чтобы проклинать Валаам благословил. И еще раз, восходит звезда от Иакова, и восстанет же золот Израиля, да, то есть оскудел народ, нет династии, правит и думинянин, то есть то как же это, ну вот, земля велика и обильна, а вот и неужели и думинянин, ну, ну как так-то, а вот, пожалуйста, и заметим пророчество о звезде, и опять вопрос интерпретации, то есть это звезда как талантливый ребенок, а вот теперь, оглядываясь, мы понимаем, что это звезда Рождества. И тоже к вопросу о том, насколько Господь все это знал, потому что, вот если не путаю, у Артура Кларка, фантаста, есть рассказ о том, как некий звездолет, значит, пронзает пространство, летит в космосе, и там тоже такая интрига, в экипаже звездолета Иезуит, что церковь не отмерла, этот орден до сих пор жив, и что же они делают, вот они летят, 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 и видят такую выжженную планету, и, значит, заканчивается все вопросом этого Иезуита, и мы понимаем, зачем он там был, что Господи, неужели все это погибло и было сожжено для того, чтобы символ твоего рождения увиден был далеко, то есть, оказывается, целая планета должна была полыхнуть, чтобы получилось, но есть, на самом деле, другое, более такое объяснение соответствующее христианскому духу, что это был парад планет, когда несколько планет выстраиваются в ряд, получается такое свечение, которое обычно не виднеется, то есть никого поджигать не надо было. обосновывал Коперник, что три самые яркие планеты, они так выстраиваются вообще раз, не знаю, во сколько лет, вот, и они выстроились как раз именно в тот момент и дали яркое свечение в небе, то есть дали такое астральное явление. И опять же, заметим, мы занимаемся такой реконструкцией постфакту, потому что даже представим, да, вот волхвы они ищут, волхвы обращаются к мудрости, волхвы видят звезды, то есть это должно продолжаться было достаточно долго, чтобы, во-первых, они увидели, потом интерпретировали, потом проверили и перепроверили, потом собрались, потом отправились в дорогу, дошли, то есть это должно было не просто в качестве яркой вспышки, что сегодня с двух ночи трех минут до двух ночи пятнадцати минут будет парад, пожалуйста, подготовьтесь. Нет, это было, чтобы всякий желающий, кто мог читать древние книги, опять же, вот, это тоже очень интересный момент, когда человек говорит, Бог у меня в душе, вот, а как он Бог узнает? То есть вот, пожалуйста, признаки перечислены, но мы то и дело останавливаемся, и вот читатели должны помнить, и вот тут нашим зрителям важно также в контексте, и тут поймите, пожалуйста, правильно, ну тут смотрите, вот Валам говорит, я вижу восходящую звезду, и вот еще один признак, и вот Господь является Лукея Клеопия, говорит, вот, пожалуйста, значит, потомок конкретный, вот от колена Иудина, вот мощное атмосферное явление, и тут-то они могут припомнить, что вот даже если они не обратили внимания на какие-то слова и формулировку в Писании не вспомнили, ну давайте не будем, как бы это сказать, передаваться гордыне, и мало кто из нас носит с собой текст синодального перевода, будь то книжное издание, или будь то приложение в мобильном телефоне, да. И опять же, Моисею в конце его жизни Господь обещает, я воздвигну вам пророка слова мои в уста его и среды их братьев, такого, как ты, и он будет говорить им все, что я повелю его, а кто не послушает слов моих, которые пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. И тоже, заметим, с одной стороны, утешение Моисею, который вот довел, миссию свою исполнил, но это же тоже очень горько, и тоже, заметим, перекликается вот Лука и Клеопа, и говорит, ну как так-то, мы же шли за Господом, мы видели чудеса, и Безов изгонял, и Лазаря воскресил, и крест, и вот это вот, а он говорит, а неужели вы не видели вот всего того, что было сказано, аужели не вам было сказано? И, заметим, вот тут опять играет новыми красками уже разговор о том, что кто же сидит на седалище Моисееву, когда Господь с фарисеями разговаривает. Можно же было взять Авраама, можно было взять Иакова. Уже ли в длинной череде царя Давида, в конце концов, да. Но вот речь идет именно о Моисее, да. Дальше. И вот у нас есть также, что у царя Давида, то есть совершаем мы прыжок такой, и зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстанут цари земли, и князи совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Уже ли это не сбылось? Заметим, когда приговор должен был утвердить Пилат, Пилат не захотел. То есть к Ироду сходили, к Пилату сходили. Синедрион выразил свое отношение. И даже в конце, когда Господь уже умер, и то иудеи не могут успокоиться. И Пилат говорит, ну в конце концов, ну имейте стражу, ну поставьте ваших активистов, если вы так вот желаете. И там и заканчивается повествование, да, и вот они, как раз вот мы на пассе и читали, камень со стражей и с печатью оставили. То есть опять же заметим, вот Давид ясно говорит, что они замышляют тщетное, но восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа. Дальше. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. И заметим, мы знаем пророчество Гамалеила, которое встает и говорит, ведь он же это читал, он же был учителем закона, и он говорит, уже ли вы не знаете, что вот если дело от Господа, то... Он стоит при любом раскладе. Да, а вот если дело от человека, оно без вас само рассыплется. Вот был этот, и вы помните, и где он сейчас, а вот был тот, и последователи его, и где они сейчас. И берегитесь, чтобы вам не оказаться Богопротивниками, да. И что, чтобы вам не погибнуть на пути вашем, да, и Моисею Господь обещает, я взыщусь с них. То есть, вот смотрите, гордость иудейского царства, храм, он разрушен, его до сих пор нету, да. Да, и дальше. Вот 44-й псалом. «Престол твой Божий вовеки, и жезл правоты, и жезл царства твоего, ты возлюбил правду, и возненавидел беззаконие пасы. Ему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». То есть, он говорит, неужели вы вот этого не заметили? И там есть эпизод с женщиной и алавастровым сосудом. Вот зачем было говорить, вот, ну, в стекле она принесла, в глине, да хоть в ладонях, зачем нам это? Но на это все обратили, все обратили внимание, потому что алавастровый сосуд, это, во-первых, если угодно, бренд, и как вот я встречал у культурологических вот таких археологов, толкователей, что в таких сосудах, в алавастровых, продавались такие благовония, которые стоили, ну, примерно, годовое среднее содержание. То есть, когда женщина пришла, разбила сосуд, то есть, кто-то мог не заметить, что это алавастр, но когда они почувствовали аромат, то есть, представьте, да, какой у нас средний минимальный месячный доход, то есть, мрот пресловутый, да. Ну, не знаю, 1015. Вот, то есть, мы берем тогда, получается, 10-месячный доход, 150 тысяч рублей, то есть, вот это вот, и все это в запах, вот, и все, и как так? И, конечно же, не думая, вы представляете, то есть, это же просто не дезодорантик по скидке в бюджетном рынке, да, естественные благовония, ну, высуши лимон, носи с собой, а вот это именно алавастровый, и все обращаются на запах, и вот это не заметить было нельзя, и Господь тоже в этом эпизоде говорит, и везде, где будет поповедано Евангелие, то есть, для чего? Не для того, чтобы почтить эту женщину, мы имени ее не знаем, ведь это тоже интересный момент. Вот, есть персонажи, о которых мы знаем имя, вот там, Мелхиседек, кто он, откуда он, где он царствовал, но он Мелхиседек. А вот тут женщина пришла, и, представляете, человек, который вот 150 тысяч рублей, вот на наш пересчет, да, а если это был не минимальный доход, а побольше, там, 200 тысяч рублей, 300 тысяч, просто вот в благовонии, то есть, как? И, конечно же, на вот это обратили внимание. Вот, пожалуйста, да, помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих. Дальше. «Жертва и приношение ты, то есть, Бог отец, не восхотел, ты уготовил мне тело, всесожжение и жертвы ты не потребовал, тогда я сказал, вот иду в свитке книжном, написано обо мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой». И вот в Гефсимании мы видим, то есть, уже ли не это, да? Дальше. «И поклонятся ему все цари, и все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника, будет имя его благословенного век, да, то есть, осана, благословен гряды». И что же кричат, да? Ведь слава, вообще, при проходящем Господе, слава-то о нем идет, что вот он здесь исцелил, тут воскресил, здесь бесов изгнал. Но что же кричат слепые? Они ведь знают, как его зовут. И скажите, как его зовут, куда бежать? Мы хотим, чтобы он понес нас и тягости. Вот тут у мальчика зуб болит, вот тут. И что-таки делает правильная иудейская мама? Вот это меня всегда восхищало. Она приходит и говорит, а можно мой сын сядет справа от тебя, а второй мой сын слева от тебя? И Господь говорит, ну, конечно, это интересно. И как бы вот могут ли они креститься моим крещением и пить мою чашу? На что, не смущаясь, мама говорит, да, конечно же, могут. Вот же они, вот ты, давайте разделим и уже договоримся. Ну, то есть, можно прийти к Господу с любым вопросом, а Господь всегда отвечает. Он отвечает Никодиму, который стеснялся. Он ведь к нему пришел ночью и был смущен. Но Господь говорит к нему, и он не говорит, а что это днем не пришел? А что это... Нет, если надо, в ночи. Если надо, как с другим учеником своим. Он говорит, под смоковницей видел тебя сегодня. И тот понимает, что вот может ли быть чего доброе из Галилеи, а вот, оказывается, может. И что же кричат жаждущие? Они говорят, помилуй сыни Давидов. Не Иисусе, да, не Мессия, а помилуй сыни Давидов. То есть, они знали об этом. Даже слепые. Ну, как-то, ну, слепые-то как могли читать? А тем не менее, вот, читали. То есть, опять же, сын Божий, царь, первосвященник и искупитель. И очень важный момент. Ну, не найдем мы таких мест, которые бы однозначно говорили, что Бог. Вот это еще один большой камень преткновения. То есть, будет вождь, будет царь, ну, вот, опять же, сын Божий, царь, первосвященник и искупитель. А чтобы не давить на человека. Потому что Господь говорит, что вот хула на него простится, потому что он сам прилагал усилия, чтобы замаскироваться. А вот хула на духа не простится. Потому что дух – это действие Бога непосредственно в нашей жизни и чудо. Это когда вот, Господи, пожалуйста, 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 а потом, а, нет, это не ты, Господи. Вот хула на духа, когда он явно действовал, а мы это отрицаем, не простится. А вот то, что не узнали в бродячем проповеднике Господа, вот это, да. Ну, и, наконец, вот мы доходим до Исаии, до знаменитой 53-й главы. Вот давайте я предложу вашему вниманию, продолжая традицию нашей первой программы. Вот синодальный перевод. «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. И нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились, и каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». То есть, представляете, каково, слышите, от Луки и Клеопия, вот это вот особенно, и совратились каждый на свою дорогу. То есть, как было сказано, вот эти в горнице, эти в страхе и трепете, эти эвакуируются в Имаус. И вот является Господь. И заметим, вот в прозвучавшем нету слова «Бог». То есть, вот Он придет, Он понесет немощи наши, но Бог ли Он? В этом случае Моисей, к примеру, говорил, что грехи народа тяжелы для его шеи. То есть, Моисей, получается, тащил на себе и народ, и грехи его, но Моисей же человек. Ну, давайте посмотрим, вот 53 глава Исаии в современном русском переводе. «Кто поверил в вести, которую мы принесли? Кому явилась рука Господня? Пред Господом Он поднялся, как росток, как корень из сухой земли. Видо лишен и величия, мы на Него и не смотрели, и не было в Его облике такого, что привлекало бы нас. Он был презираем, отвергнут всеми, человек, познавший страдания, изведавший бой». То есть, это человек. «От такого отворачиваются, Его презирали, и ни во что не ставили мы Его. Но эту нашу боль на себя Он принял, на себя страдания наши взял. Мы думали, на Него обрушилась кара, мучение и наказание от Бога». То есть, «спаси себя» и вот это вот «или, или, или масса махвани». «А Он был изранен за наши грехи, терпел удары за нашу вину, муки Его принесли нам благо, Его раны нас исцелили. Мы все заблудились, как овцы, разбрались кто куда, но за наши грехи Господь покарал его». Ну и, наконец, давайте вот перевод библейского богословского института. «Кто поверил тому, что услышал от нас, кому явилась сила Господня и руки Его мощи? Взошел Он пред Ним, как росток, как побег от корня из сухой земли». А то есть, мы же помним, что скипетр оскудел, и что нету больше того, кто является примирителем. «Неприметен Он был, никакого величия в Нем того, на что мы обратили бы внимание, ничего такого, что привлекало бы нас. Был презираем Он, отвержен людьми, страдалец, изведавший боль». Ну, то есть, вот страдалец, то все-таки, может быть, и не человек. А вот тут мы видели в предыдущем варианте человека. «Отворачивали люди лица при виде его, гнушались мы им, не ставя его ни во что, ведь он понес на себе все наши недуги». Да, посмотрим, вот тут есть примечание. «Или болезни». Вот недуг и болезнь, даже в этом есть нюанс. То есть, недуг – это может быть, ну, к примеру, слабое зрение, требующее ежесекундной корректировки. Но сказать, что человек болеет, ну… «Нашу боль он принял на себя, мы думали, что это Бог его разит, что им он унижен и уязвлен, но за грехи наши был он изранен, и сезуем был за пороки наши». Вот это тоже интересный момент. «Порок» все-таки в нем есть элемент личного выбора человека. То есть, понятно, что, там, я не знаю, обжора может понимать, что еда его убивает, но все-таки, когда он говорит «я не могу сопротивляться», мы можем следить момент, что вот когда-то он сам сделал к этому шаг. «Наказанием тем, что он претерпел, нам был дарован мир». Вот этого вообще нету в предыдущих вариантах. То есть, мы примирились с Богом, его страданиями, и ранами его нам исцеление дано, опять следуем за примечанием, в значении прощения грехов. Как исцеление означает прощение грехов. И заметим, мы с вами только что впали в то же противоречие, что и фарисеи, когда Господь в синагоге намеренно, то есть, это собрание по религиозному признаку, ни на рынке, ни в доме блудницы, хотя он ел с мытарями и грешниками, ни в поле, где растирали руки его, ученики его руками колосья, но ранами его нам исцеление, ну, в значении прощения грехов. Он говорит «прощаются тебе грехи твои, и человек исцеляется». И фарисеи возмущаются не тем, что он исцелил человека, ведь там и Моисей исцелял, и Илья воскрешал, и святые люди Ветхого Завета это делали, но он покусился на Божье дело, прощение грехов. А вот, вот пророк Исаия, вот они, они же все это читали. И Господь Луке и Клеопе говорят «ну неужели, и вот вы это не заметили, корреляцию между, что пороки на нем, а пороки какие, сребролюбие Иудина, да, то есть вот в этом отношении, к примеру, да, сатана, он изначально был противником рода человеческого, и это один вариант, что он пришел, чтобы погубить, но он в друзья-то не навязывался. Он просто задал пару вопросов, искусил Еву, ну, а последовали искушения уже прародители самостоятельно. Тут же Иуда ходил, видел, был свидетелем чудеса исцеления, и, заметим, да, сребролюбие, ведь это ж можно было продать, вот этот лавастровый сосуд с миром, это ж скольким мы бы помогли, то есть понятно, что речь не идет там про одну монету, две монеты, то есть это не разовое подаяние, даже не недельное подаяние, это именно значение «это ж сколько это стоит, это ж можно кормить 10 человек на протяжении полугода, что ж ты делаешь-то, ведь можно же…» А это как раз вот то, что было предсказано. Да, и нам был дарован, ранами его нам исцеление дано, все мы разбрелись как овцы, каждый на свою свернул дорогу, а Господь на него возложил зло, всеми нами содеянное. Ну, то есть вот посмотрите, и опять же, ведь все переводчики, они серьезно относились к своему делу, ведь это не вопрос досуга, то есть переводить какие-нибудь римские вирши, ну, что там, по три строчки в день, просто для своего удовольствия, вот как хорошо Вергилий сказал, ну, хорошо же сказал, а большой серьезный текст, который содержит аллюзии и перекрестные отсылки, и все это надо еще снабдить пояснениями и оговорками, да, то есть вот пороки и болезни как связаны. Связаны ведь, но не точно, не жестко. Исцеление в смысле прощения грехов. Как так? Вот когда мы приходим к стоматологу, ждем ли мы, что он нам скажет, да не переживает и заворованные яблоки. То есть мы сейчас про зубы или про что, хотя корреляция между яблоками и зубами, она же вроде бы есть, да, или заворованные шоколадки, чтобы вот уж точно была прямая связь, да. «И произойдет отрасль от корня Иесеева». А кто такой Иесей, опять же, если вы понимаете, о чем я, то это отец Давида, да. «И ветвь произойдет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». Это Исайя, 11 глава, самое начало. И Господь у Луки и Клеопы спрашивает, ну, вот тут-то вот неужели вы не увидели непорочное зачатие? И вот опять мы втискиваем в нашего, что вот это какой-то вот, это наша звездочка, типа ребенок вундеркинд. Это вот, и действительно, Господь его в макушку поцеловал, опять же, сохранилось, и вот, ну, вот, а тут сказано, «И положу дух мой на него, и вот дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения, и ветвь произойдет от корня его, и почиет на нем дух Господень». Отче, ну, вообще, конечно, мега-экскурс. И, в общем, мы сейчас, думаю, с нашими телезрителями сумели очутиться, хоть в малой толике, на месте Луки и Клеопы. Вот, потому что, ну, понятно, что с нами разговаривал отец Сергий Кредич, но незримо мы, в общем-то, теми же самыми вопросами, которые задавал Христос своим ученикам, вынуждены были задаться. Другой вопрос, вот, заканчивая сегодняшнюю нашу беседу, надо сказать, что ученики при этом раскладе, при напоминании всех этих пророчеств, его не узнали. А узнают они его тогда, когда он входит в их дом. Здесь вообще чисто мужская история, на самом деле, возвращения. Три года не было людей дома, они возвращаются домой, приводят с собой какого-то друга, вот, садятся, и в преломлении хлеба вдруг все становится на свои места. И вот мне кажется, в данном случае, может быть, более существенным, да, что нас подводит к радости пасхальной, что дом наш вырастает из гостеприимства, когда мы в свой дом принимаем Христа. Истинно так. Спасибо огромное. Христос воскресе. Во истину воскресе. Дорогие друзья, вас мы вновь и вновь поздравляем, благодарим за то, что были сегодня с нами, и до скорых встреч. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова